Ребят, привет! Мы приехали сегодня в гости к отличным ребятам. Они занимаются газопрошневыми дизелегенераторами. Очень интересный опыт, очень интересное, скажем так, производство. Оно одно-единственное в России. Познакомились с Тимуром очень интересно. Он написал в Инстаграме, предложил встретиться и рассказать о своем производстве, объяснить о каких-то минусах, плюсах производства и как лучше его поставить на ноги. Пойдемте посмотрим и услышим, что есть первый вкус. Конечно, я думаю, что это будет интересно. Погнали! Ребят, меня зовут Тимур Гарипуллин, я здесь уже четыре года. Вот это предприятие, сейчас мы вас познакомим. Пойдем! Так получилось, что я в свое время работал на двигателе строительного предприятия. Наш, американцы. Я понял, что в России есть огромное предприятие КАМАЗ, которое производит двигатели, в котором, соответственно, производят газовики, но они не делали микростанции на счет. И мы в 2014 году с Максимом, с моим партнером, поняли, что есть только один завод в России, который производит газовые двигатели. И, собственно говоря, решит, что решит. Давай-ка расскажешь нам про твои деньги. Двигатель, это дизельный двигатель, КАМАЗовский. Он доработан в приводе генераторов. Это генератор, это, собственно говоря, система охлаждения. Это газопоршневая электростанция, которая питается от обычного магистрального газа. Получается, если стоимость электроэнергии в среднем около двух с половиной рублей. 220, я бы сказал, да, наверное? Зависит от стоимости газа. Ребята, два с половиной рубля киловатт в час. Я бы нас окупаемость всего до полтора года. И после этого пошла бесплатная практически электроэнергия, которую вы нигде не получите. Конкретный пример маленького завода. Например, есть какой-нибудь алюминиевый завод, потребляет в среднем 800 киловатт в час. Ну, после окупаемости, после полутора лет, он начинает экономить. Вот, можно соврать, то ли 24, то ли 27 минут. Просто на электроэнергии. Вот это, кстати, очень интересно и полезно. Если, ребята, открываете какие-то крупные производства, если вам нужно много электричества, вы можете очень сильно сэкономить и подойти грамотно к этому вопросу. Потому что мы тоже подходили к электричеству, и 20-250 нам бы делал сказочную цену. На себестоимости экономии нашего проекта. Но есть одно НО. Не везде есть газ. Это самая большая крутая бомба. Да я так понимаю? Да. После того, как Камоэнергетика стала более-менее общеизвестной на рынке, стали понимать, что ребята делают какие-то правильные вещи. Мы уже дальше заключили контракты, партнерские контракты, с такими компаниями, как Volvo и Vector. Вот это мегаватт. Да, это мегаватт. Металитхер. Вот, наверное, одна из самых, вообще, крутых электростанций, которые мы сделали. Давай, дай, проходи. Проходи. А есть больше мегаватта? Есть. Смотри, крутая тема, потому что мы пошли по принципу лего. Вот это мегаватт. Хочешь два, поставь мне. Они параллельцы. Они параллельцы. Они все параллельцы. Вопрос, знаешь, какой меня беспокоит? Расскажи, пожалуйста, сколько брака, если есть какие-то поломки, какие больные стороны. Он неравномерный. Он должен быть вот такой вот, как порошок. Видимо, была остановка и что-то пошло не так. Знаешь, я отвечу на мой вопрос так. Надежность оборудования, она, наверное, связана еще с тем, насколько быстро можно какую-то проблему решить. Вот. Это самое важное. За какой срок? В кармазе есть прикольное дело. Понимаешь? Это мотор. Он, там, на 95% идентичен с обычным кармазовским. А, грубо говоря, любой автомеханик. Любой автомеханик. И автомеханик, он, там, на 50 тысяч рублей край держит запчастей. Ему надо, там, ну, часа, час-два, чтобы просто страдать. Вот и все. Вот на твоем производстве смену. Сколько работает человек? Они как-то постоянно работают. Либо это у тебя... Я тебе сейчас секрет открою. Никому не рассказывай. Давай, давай, рассказывай. Никому не рассказывай. Никому точно не рассказывай. Смотри, тема такая. На самом деле, в компании КамАЭнергетики работают больше 100 человек в свое время. Вот. Мы поняли, что надо что-то с этим делать, потому что это неправильно. Большие постоянные издержки. Я думал-вдумал. Мне бы с ней пришли никакой на тему. Я говорю, ребята, у нас есть с вами исправительные колонии, фирмы. Там парни непонятно чем занимаются, но явно какая-то есть профилированная. Я в том году позвонил в Катарстанскую силу. Позвонил и сказал, оу, в силу говорят, это все. Мне нужна какая-нибудь колония, где есть металлообработка. Я готов, в принципе, вложить туда какие-то деньги, для того, чтобы они закупили первоначальное оборудование, и отдавать им на аутсорбцию. Они сказали, парень, огненная тема, потому что у нас есть проблема. Они сидят там, ничего не делают. Я часть, собственно говоря, металлоконструкции. Когда я не успеваю, я просто перетаскиваю в исправительную колонию. Как я понимаю, испытания в вашем деле, они обязательны? Обязательны. Испытания обязательны. Смотрите, на самом деле, тему мы это построили сами. Все, что здесь есть, все построили сами. Она напичкана разными датчиками. Мы проводим там по ГОСТу все испытания. Есть определенные специальные формы, которые потом прикладываются к этой электростанции. Если что-то идет не так, мы их поднимаем. Ну, собственно говоря, смотрим, не были каких-то проблем. Ребят, сегодня мы познакомимся с КАМ Энергетика, с Тимуром. Он нам провел небольшой экскурс, рассказал о своем предприятии. Мы надеемся, что вы сделали определенные свои выводы. Потому что мне кажется, что смысловая нагрузка здесь довольно-таки большая. Ребята открыли там в 24-25 лет. Соответственно, сколько существует предприятий? Пятый год прошел. Пятый год? Какая оборотка у тебя на производстве? Ну, оборотка, я не говорю про прибыль. Оборот по кредиту. Ну, считай, что 500 плюс-минус, полумиллиард. Это примерно такая же тема, как у вас. У нас были частные инвестиции и у нас тоже была задача. Нам надо было дернуть до полумиллиарда. Скажи, пожалуйста, ты когда с Макси начинал, первые полгода там, вы находились практически все время вместе? Ну, занимались общими делами? Да, да. Это без слов помогает друг другу понять, если у тебя нет команды, там, ничего не получится. Должна быть... Должна быть парневой. Да, обязательно распределение ролей должно быть. Если я финансист, я занимаюсь финансами. Если мой партнер технарь, он занимается техническими вопросами. Сейчас задаете вопрос, почему мы всегда вместе? Объясню, ребят. У нас Никита отвечает за экономическую часть, я отвечаю за техническую часть. Но первый год, первый год, это самый трудный год постановления бизнеса, производства. Нужно вникать в каждую ситуацию, в каждую проблему совместно. Для того, чтобы не было недопониманий, чтобы не пересказывать это постоянно. И плюс к этому решать вопросы тем самым гораздо легче. Мы будем также разнорабочими еще играть роль. Для чего? Для того, чтобы понять нам ту работу, которую мы даем своим же сотрудникам. И ее знать от и до. Можно ли построить огромный бизнес одному? И насколько важно иметь партнерство в бизнесе? Это для меня очень непраздный вопрос. Я сам имею склонность к придумыванию, к построению. И иногда не имею достаточно, скажем так, фокусировки на то, чтобы организовать все качественно и вовремя. Поэтому мне очень важен взаимодополняющий партнер. Поэтому в каждом деле я стремлюсь взаимодополнить себя по той компоненте, который у меня не очень хорошо развит. А есть, наоборот, люди, у которых все получается грамотно организовать, но не хватает, может быть, какого-то воображения и так далее. Им нужен, наоборот, такой партнер с воображением, с фантазией и так далее. Вообще говоря, по моей практике, наиболее сильные компании получаются тогда, когда либо эти два качества размещены в одном человеке, либо это диполь, пара, один атакует, воображает, придумывает, а другой организовывает, системно пришпиливает. Поэтому пользуйтесь. Но я уверен, что у вас должна быть своя комбинация, ищите ее прежде всего. Мы скажем огромное спасибо Тимуру за этот экскурс, за объяснение. В принципе, потому что такое объяснение, как нам сегодня дал Тимур, мы еще ни от кого не получали. Согласен? Ну, это реальный пример в жизни. Очень приятно было. Спасибо. Очень великолепно. Очень много нового интересного. Добро пожаловать домой к бардачам. Пойдемте посмотрим, как мы живем. Мы изложили в своем проекте себе зарплату. Чтобы вы понимали, это нормально, это логично, потому что жить без зарплаты невозможно. Ну что ж, первый этаж, наш ход. Здесь у нас мозговой центр всего нашего проекта. Как всегда, рабочий беспорядок. Ну, не получается у меня никогда рабочий столик поддерживать в порядок, и мне почему-то некомфортно, когда вот так вот все разбросано. Должна быть чистота в производстве бумаг везде. Везде, везде. Ну, кроме рабочего стола, это пиздец. Тут у нас кухня. В первое время приезжали, накупали всяких продуктов, потом уезжали, у нас все нахрен портилось. Сейчас забили, я вижу, все нахоронами, тушенками, дофенсированы. А теперь пойдемте наверх. Честно скажем, мы ездили очень долго. Риэлторов в Набережных Челах реально мало. Потому что мы приехали посмотреть квартиру. Двухкомнатная квартира стоит 55 тысяч по наличному расчету. Это невыгодно, это неудобно. Потому что наличный расчет мы не можем себе позволить, так как у нас белая касса, правильно? Ну, конечно. Из-за нашего арендодателя мы даже платим налоги. У нас все чисто, все прозрачно. Юлина спальня. Я забрался еще чуть-чуть повыше. Соответственно, здесь у нас кости. Даже есть действующий камин, но мы его очень разу не разжигали. Володец дома сказал, что есть какие-то подданные китайские монеты. Сегодня, как руки, надо ходить, загуглить, посмотреть, что это вообще такое. То, соответственно, моя спальня. Санузел. Дорогой сердце, мой любимый теперь кондиционер. Потому что в 40 градусов тут очень и очень жарко. Еще и верхний этаж, мансарда открылась, все тут нагревается. Балкон. Набежные Чулны, они делятся на старый город и на новый дом. Мы поселились в новом городе. Мы также рассматривали вот в этом доме двухкомнатную квартиру. Но по деньгам она нам уходилась примерно столько же, сколько этот дом. Мы просто нам очень повезло познакомились с мужиком, который нам сдал его за совершенство учреждений. Не забывайте, ребята, кто начинает какие-либо проекты, вы должны заложить какой-то прожиточный минимум. И должны понимать, что вам в другом городе надо обосноваться. Так что мы считаем то, что мы не жируем, а именно правильно и рационально поступаем. И имейте ввиду, эти все деньги, которые мы берем, они все возвратные. Дорогие друзья, не так давно, если помните, мы были как-то в компании TrackResource, но у меня не успели о ней рассказать более подробно. В машинах же работают, то есть наемные служащие, да, и человек фактор большой роль играет. Сейчас ребята позвонили нам, они сказали, что после того, как мы побывали у них, отсняли небольшой материал и выложили это на YouTube, у них просто пошел шквал звонков. Вот, на данный момент мы не можем себе позволить купить погрузчик новый, потому что у нас нет на это свободных финансовых средств. Вот, соответственно, ребята пошли к нам на встречу и сказали, что могут предложить нам какие-то супер условия, от которых мы просто не сможем отказаться и будем приятно удивлены. Мы наш канал не хотим делать коммерческим, это будет не реклама, мы просто вам покажем, как мы ведем свой видеодневник и что люди нам помогают, отвлекаются, предлагают какие-то свои услуги, знакомства и так далее, и так далее. Сейчас поедем, пообщаемся с Русланом, более подробно узнаем о их компании, соответственно, вы будете с нами, вы все это увидите. Не теряем время, погнали! Друзья, мы приехали в компанию ТРАК Ресурс Город Набережной Челны, которая занимается продажей и обслуживанием погрузочной техники. Сейчас мы узнаем все нюансы, как нам подобрать нужный нам погрузчик, сколько он стоит, как его обслуживать. Руслан, привет! Хотел бы рассказать пару слов о компании. Компания ТРАК Ресурс была основана в 1993 году, в этом году нам было 25 лет, мы исправили свой юбилей, и на сегодняшний день мы являемся ведущим поставщиком грузоподъемного оборудования на территории Российской Федерации. Хотел бы обратить внимание на то количество шин, которые находятся на территории компании. Хотел бы обозначить тот факт, что мы в России являемся одним из лидеров по поставкам шинной продукции. Есть смысл зайти в закрытый склад, как раз там и хранится техника. Мы, в принципе, подготовили одну модель, как раз ту, которую мы вам предлагали. Ну и, соответственно, прямо детально по ней можно приближаться. Той продукт, который мы хотели бы вам предложить, погрузчик японской марки ТСМ. Что касается моего погрузчика, полторы тонны, та машина, о которой мы вам говорили, в рамках того техзадания, которое мы вам озвучили, в принципе, вам больше не нужно. Машина является одной из самых высоких в своем классе, ну и, как правило, этот монет дает возможность для быстрого маневра. Что для вас однозначно будет приоритетным фактором, поскольку все-таки та территория, в которой вы сейчас будете работать, она ограничена в пространстве. Правильно? Ну да. Мы подобрали вам специализированную батарею. Поскольку у вас нет зарядной комнаты, ну а нормы и предписания по работе на предприятиях, они все равно требуют либо наличия зарядной комнаты, либо в случае ее отсутствия требуют необходимость использования определенного рода батареи. Батарея называется Nexus. Эта батарея, она как раз и изготовлена таким образом, что позволяет не только эксплуатировать и заряжать ее саму при отсутствии аккумулятора комнаты, но и позволяет производить промежуточные заряды. Как известно, они же на всех предприятиях есть регументированные перерывы, так ведь, то есть это обед, это 15 минут перерыва, пересменка различного рода простоя. За это время можно будет дозаряжать батарею в течение 15-30 минут, и за счет этой дозарядки, то есть возможность эксплуатации этой батареи, она увеличится почти вдвое. По большому счету, для того, чтобы работать на погрузчике ТСМ, не нужно даже одного высшего образования. Поэтому предлагаю попробовать самостоятельно. Ну, обзабежательно. Да, и в случае необходимости я протяжу. Проверяю текущее состояние машины, если на дисплее не выявлено никаких ошибок, значит, машина абсолютно исправлена. Исправлена и готова к эксплуатации. Мы компания, которая работает на федеральном уровне, да, то есть я говорю о том, что у нас как бы настоящая обширная география, у нас там 15 миллионов по России, и порядка 70 дилеров, партнеров, которые реализовывают нашу продукцию, начиная от Молдинска до Краснодара. Руслан, подскажи, пожалуйста, на сейчасшний момент мы не можем себе позволить из бюджета взять и выделить деньги на покупку новой техники, но хотим сотрудничать с вами. У вас есть какие-нибудь услуги, может быть, по аренде? Мы считаем себя республиканской компанией, патарстанской, скажем так, и собственник компании с удовольствием поддерживает все стартапы, особенно это касается особой экономической зоны, резидентов особой экономической зоны, да, и в данном случае мы бы хотели стать частью и вашего проекта, вот, и в связи с этим готовы предложить достаточно выгодное, может быть, оно в какой-то степени менее выгодное для нас, но для вас нам будет очень выгодное предложение, то есть арену с последующим выкупом, то есть мы поступим следующим образом, мы возьмем среднерыночную цену, то есть сделаем от нее дисконт, как для резидента особой экономической зоны, ну и рассмотрим вопрос приобретения на длинном плече после того, как вы встанете на ноги, то есть пусть это будет через 3, либо через 6 месяцев, это то, о чем ты мне проговорил, приличная встреча на вашей территории, отдельный нюанс мы пропишем в виде камешки предложения, я думаю, на следующий день он будет у вас для знакомления. Замечательно. Я думаю, вы, однозначно, будете приятно удивлены тем раскладом, который мы вам предоставим, поскольку для нас это, наверное, в какой-то степени будет не столько финансовый проект, сколько проект именно по поддержке стартапов. Спасибо огромное. Вам дальнейшего процветания. Очень приятно, что мы смогли познакомиться и что вы такие клиентно-ориентированные команды. Честно, были приятно удивлены. Зовем вас на открытие нашей первой линии, ну и, соответственно, с вашей помощью будем дальше развиваться, вставать на ноги. Спасибо огромное. Да, отлично. Любой влог, либо любая информация в наше время в социальных сетях, будь то YouTube или Instagram, она очень людям интересна, если это живой и правдивный материал, который действительно несет какую-то пользу. Как вот мы начинали от регистрации компании, вот уже до сейчасшнего момента. Всем просто советую максимально использовать этот инструмент, рассказывать людям о себе, о своих компаниях, о своих производствах, чем мы занимаемся. Если это будет живо, правдиво и интересно, люди к вам также потянутся, будут вам предлагать различные услуги. Это на самом деле очень круто. Да, молодые предприниматели, это очень важно, чтобы было больше успешных молодых начинающих предпринимателей. Правда, они могут быть не молодые обязательно по возрасту, это могут быть достаточно взрослые люди. Поэтому речь идет о том, что нужно вообще говоря нашей стране в 10 раз больше успешных предпринимателей. Вот, это точно. Поэтому я со своей стороны способствовать буду. И сейчас способствую, и буду способствовать. Я основываю бизнес-клубы, я наставничаю молодых предпринимателей. Я все делаю для того, чтобы вокруг меня были успешные компании. На самом деле все очень просто. Мои бизнесы и мои действия растут по эффективности, если вокруг меня очень эффективные предприниматели. Все очень прагматично. Мы как бы находимся в поле друг друга и усиляем друг друга. Поэтому мне выгодно, чтобы вокруг меня было в 10 раз больше успешных предпринимателей. Я все сделаю для этого. Ребят, желаю вам хорошего дня, хорошего вечера. Подписывайтесь на наш канал, канал Игоря Владимировича. Ставьте лайки. Колокольчики. И обязательно, ребят, нормальные, грамотные комментарии пишите, мы ответим на любые ваши вопросы, но адекватные. Да. В хейте там говорят, что вот вы только курите, ничего не делаете. Поверьте, мы очень много времени уделяем спорту. Как сделать стартап компанией международного уровня? Ну, задача решаемая. Продолжение следует...